приветики мои дорогие сегодня у меня будет такое интересное информативное видео как я отпечатаю фольгу вернее не как я отпечатаю фольгу а мы будем с вами пробовать разные разные способы отпечатания фольги и делаю распаковки что-то мне такого стрельного думают давайте попробуем по всякому слушать как бы есть на ю тубе да такие видео а мне хочется попробовать как девчонки другие отпечатывают да и самой как бы интересно да да нет нет я расскажу чем мы будем пробовать с вами у меня в распаковочках был этот тренсфорд принтер гель от born 3 он черного цвета это клей для фольги вот он черненький такой классно печатает мы с вами его попробуем заберу чуть-чуть так вот лампу чтобы она не топ у меня есть такой с липким слоем причем с большим липким слоем это китае там подделка от коде это конечно же не коде неважно тоже хочу попробовать интересно но и любимые всеми уже венолиса гель-лак лимук и лакаем все с вами я сейчас выкрашу без вас вернее и вернусь к вам нарежу вот этих вот кусочков у меня есть разное разное посмотрите куча куча всякой всякой фольги мы с вами все тут есть уже кусочки у меня и мы попробуем по всякому часа к вам вернусь так девочки я все выкрасила сейчас мы с вами будем пробовать я дальше наверное некоторые буду этот я уберу и этот я наверно тоже уберу типсик а этот наверно пускай просыхают еще поставили на пятерочку это у нас лакай пока я номер 078 джинс такой но нам это не важно давайте с вами попробуем трудно которая отпечатывается фольгу хоть хорошо что видно же я знаю и как бы на многих говорят жулака и очень хорошая липкость для литья для отпечатывания сейчас посмотрим для они вместе с вами ничего чуть-чуть видите то есть как бы только вот такими вот движениями может быть это видите не все тяжеловато вот эта фольга она такая капризная я с нее просто вообще смотрим дальше это born pretty я сделала горяченьким очень а смоленистая такая структура очень тяжело разравниться эти бугры на буграх как хочешь дело давайте попробуем вот эту каприз ульку на born pretty взял ну сейчас посмотрим как этот клей сработает с этой фольгой капризной на прозрачной основе вся фольга очень жила переноски очень сложно на во первых тяжело разравнивается ногти вообще очень тяжело ее разровнять с нею проблемы сейчас посмотрим видели еще она с кожи мой боже это ужас какой-то ставлю еще на тридцатку пускай ну никак это кошмар так это у нас ли мог да давайте возьмем теперь тонкую фольгу вот еще у меня есть такая фольга фиг его знаете про вот это по-моему она переворачиваем и пробуем туканчика перенести принесется наш туканчик или нет или точно что нам не жить без клея для фольги от вена лиса чувствую что не жить на без клея для фольги вена лиса . а ну-ка вообще никак то мы все просто не той стороной так сейчас дадим значит вторую попытку дадим и сейчас сниму липкий слой не липкий слой вернее я не той стороной печатаю такая довольная как слон значит мы еще раз нанесем лимук и девочки у меня такое чувство что со словом лимук нам повезет так а за выкину лампу кантом себе пока слушаться мы с вами пока будем отпечатывать дальше так это венолиса это кстати фольга хоть она и тонкая но она такая капризная мышь хочу вот эту каприз ульку попробовать на венолису я думаю что все получится как бы с нею в принципе как бы не будет никаких проблем я надеюсь забыла сушить поставить давайте пробуем этот капризу лечку вот эту вот набор у меня вот такой вот есть сейчас я покажу вот этот набор я взяла интересные цветочки такие здесь взяла самые яркие цветы чтобы вам виднее было ну вуаля что и говорила пусто венолиса так что там у нас о борн прийти вообще не простыхают этот клей не простыхает давайте попробуем простую фольгу тоненькую дадим шанс венолисе вернее у меня там есть в распаковочке я делаю тестирование отпечатывает она неплохо но она что-то у меня стала очень густая вернее он клей стал очень густой и тяжело наносить как смола знаете вот ну что есть контакт это естественно все ей плохо разровняла но печатала девочки я просто плохо разровняла печатывает хорошо неплохо так ладно вот у нас ли мук берем вот он до 2 если опять этой стороны я сейчас будут усыкаться просто сосны к честно вот как понять какой стороной давайте попробуем маленький кусочек она нет то давайте этого туканчика прозрачная но тонкая чтобы не делать лишние слои на ногте конечно мы боремся за тонкость покрытия ну что вам скажу не а вот тут если вот так кусочками вот берет вот берет отлично вот кусочками видели кусочками берет капризульку эту жаль ну что это у нас стопы девочки я взяла топ вроде липкость есть попробуем фольгу тонкая фольга девочки я специально взяла тонкую посмотреть что у нас произойдет на топе с липкостью очень долго сушила его ничего то есть топом уже то нет что даже не обсуждается девочки ерунда получается честное слово давайте наверно я попробую все таки получается стопом ничего давайте попробую вот этот лака и мы возьмем что у нас не получилось но так себе отпечаталась возьмем тоненькую фольгу все высохла тоненькую фольгу если отпечатать то вроде как девчонки вот показывают многие но они же показывают да на тонкой фольги а мы с вами такую тяжеленную вот эту фольгу 30 секунд пробовали отпечатать у меня есть еще вот такая прочим выбрасываю такая вот у меня есть она она такая тяжелая есть еще вот такая на красивенькая а вот внешность вот такая вот девочки тонюсенькая мы сейчас сделаем просто пополам кусочки отрежу пополам там пополам там вот должно по идее сработать давайте пробовать давайте вот так переверну и попробуем вот здесь вот кусочек я ухожу из кадра что это кусочек попробуем отпечатать вот здесь на самом краю я неровно поставила ее нет верите липкости лака и не хватает для этой фонте фольги а вот эта тонкая не она даже не цепляет хотя липкость есть ну к сожалению девочки только да нет и хочет и хочет и только этот клей для фольги девочки все вроде как лака и же хорошие смотрите видите кусочками он как бы берет лака и видите берет кусочки и там еще у меня была вот кусочки как бы вот он берет такие вот нажмешь пальцем вроде как берет нет в общем нет и нет ну что ж только вот эти два товарища которые работают действительно где там она еще это более-менее ли мог но вот если отдельные вот этот принципе мы можем попробовать здесь сверху мы можем попробовать еще раз я вам сейчас покажу просто нанесение видите липкость и хочет сейчас я вам покажу нанесение с а вот она до борм 3 хорошо перенесла ведь она очень такая как вам сказать как смола вот что ли сейчас я вам ближе покажу опять его надо поднимать мембранку защитную снимать же боюсь потому что она так сохнет конкретно же боишься снимать вот эту мембрану так давайте я вам покажу сейчас нанесу как она наносится вам не стоит дома вот после раскрытия ну где-то месяца два наверное вот уже она такая вот стала вернее он такой стал густой или как назвать видите нанесение а как бы разравнивается может я сильно толсто наношу потому что ну как бы может вот так вот наносить ее размазывая нужно это по чуть-чуть наношу она как смола ведь еще делается с кисточкой как смола идет вот за нею вот и ложится как-то буграми запах неимоверный в эту господи как он там веналиста лучше пахнет девочки этот вообще такая ванища у меня же сейчас нос нос болит мышь на пак ну вот видите как она ложится на как буграми как бы ложится то есть вот вот идет смотрите или ведешь если вот так вот ведешь нежно счета в деле касаясь то можно ее разровнять она сама пытается выравниться очень как-то плохо разравнивается если вам покажу здесь видите она уже разровнялась все еще время надо давать девочки это хлопотно да никуда не годится конечно такое нанеси посмотреть как смола на видите тянуть сейчас вам покажу чисто смола вот такая вот видите тянется как вот даже не знаю как короче буграми как-то легла ну давайте я дам ей второй шанс но сомневаюсь что на что-то с вами получится очень тяжело убрать такая вот консистенция у нее интересная как бы такая вот она из себя вон прийти короче девочки смотрите я ее повернула на еле 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 уходит то есть не знаю очень быстро она загустела вот она вот высохла типа 30 секунд я знаю ну давайте попробуем эту раз или какой кусочек взять этот что ли давать этот чистенький девственный нетронутый работает классно что я могу сказать единственное видите она очень быстро не он почему стрима хочу она сказать и не на очень быстро густеет работает хорошо мы сейчас посмотрим видно ли из-за фольги слоя видна ли это бугристость что остается после нанесения пусто видите то есть сработало идеально идеально сработало очень красиво конечно смотрится бугры видны или больше ее знаете что еще больше и уваги и опять хочу сказать и все может быть просто дольше держать чуть-чуть вот сейчас ответе я разровняла сейчас я вам покажу я чуть-чуть так вот рукой разровняла немного ну это все хлопотно да в общем девчонки ссылки оставлю смотрите сами это вина лиса это бором 3 те единственные способы мы я не пробовала там еще праймером девочки пробуют у меня праймера нет я не пользуюсь праймером вообще не пользуюсь это нет необходимости такой огромной все равно смотря у кого конечно какая пластина кто к чему привык но я не пользуюсь и сразу случаю носится все нормально я не знаю ну смотрите сами короче девчоночки это это в принципе отлично единственная тут ведь она в грамме наносится она опять хочу и все сказать хоть и тресни он клей ведь он он не просох или давать вот или давать больше времени на просушку но он же потом понимаете да сами что если не просохнет то потом снимется пленочкой не поможет никакой топ и на леса идеально это же нанесли и сразу в лампу сразу же в лампу потому что он кукол жится конкретно и поменьше наносить это и так много нанесла вот такой вот вердикт девочки смотрите сами наших с вами эксперименты это тоже борм прийти сушилась больше посмотрим тоже видите есть не просохшие участки я много наносила то есть в принципе два клея неплохо эти два клея годнота но этот видите быстро густеет то есть его если на поток вот этот брать лучше потому что он если вам не нужен целый участок и там можно своей кисточкой аккуратно да и он черного цвета что хорошо с подложка черная не нужно нанесли его и сверху фольга например вот такая на прозрачной основе и у вас дизайн готов все база топ и погнали так что вот такая вот петрушка такой был видосик спасибо за внимание всем пока пока до следующих видео пока пока